В канун Нового года в нескольких поселениях района после капитального ремонта были торжественно открыты фельдшерско-акушерские пункты. Подробнее о позитивных переменах в сфере сельского здравоохранения расскажут Надежда Неткачева и Георгий Калинин. Важным звеном в системе оказания медицинских услуг жителям сельской местности являются фельдшерско-акушерские пункты. Районная власть уделяет особое внимание их содержанию в надлежащем состоянии. В Славинском районе 25 медицинских учреждений, где оказывают доврачебную помощь сельчанам. Часть из них расположена в помещениях, нуждающихся в ремонте. В начале 2014 года глава района Роман Синеговский поставил задачу выполнить ремонт в шести фельдшерско-акушерских пунктах. К концу года шесть фапов приобрели новый облик. В преддверии новогодних праздников председатель районного совета Григорий Литовко побывал в этих фапах, оценил качество ремонта и поздравил работников с наступающим Новым годом. Я хочу от имени главы районной администрации Романа Ивановича Синеговского поздравить вас с наступающим Новым годом. Стала добрая традиция. Обычно в канун Нового года глава посещает самые отдалённые наши хутора и вот все социальные объекты. Лечит интерьер, тепло, здесь уют, и я думаю, что и пациенты здесь выздоравливают. В хуторе Водном, посёлках Садовый, Прибрежный, Вишнёвый, где побывала наша съёмочная группа, сельские фапы выглядят не хуже городских поликлиник. Для пациентов есть место ожидания, кабинет приёма, процедурные смотровые кабинеты, аптечный пункт. Подарком на новоселье от главы района стали сплитсистема, фап посёлка Вишнёвый и банкетки в остальные фапы. Главный врач у нас всё-таки заботится, наверное, о нашем положении, о нашем статусе на населе, потому что всегда фельдшер у нас как был. У нас фельдшер ведёт всегда детей, вот маленький новорождённый ребёнок, и до самого-до самого ведём их. И поэтому люди, конечно, приходят и видят, в каком состоянии у нас фап, и люди как-то стремятся, наверное, больше приходить к своему, который знает фельдшер, чем куда-то идти неизвестно кому. Конечно, людям приятно зайти в чистое, в белое помещение, где всегда у нас порядок, где знают, что им помогут, понимаете. Даже если это не медикаментозно, но, по крайней мере, это какая-то психологическая помощь, всегда выслушаешься, всегда улыбаешься. Ну, работаем, в общем-то, в принципе, для людей. Все ремонтные работы выполнены качественно. Помещения фапов стали более светлыми и просторными. Везде чисто, уютно. В порядке отопления и водоснабжения. Строго выполняются все требования санитарно-гигиенических норм и медицинских приказов. Здесь приятно работать медикам и удобно получать доврачебную помощь и консультации жителям. Надежда Неткачева, Георгий Калинин. Программа «События». Спасибо. Продолжение следует...